Благовещенские садоводы Велосипедисты оценят На Новотроицком шоссе строят специальную трассу для двухколесных Белый порох Тополиный пух стал настоящей головной болью для благовещенских пожарных Вомут с головой Едва начавший с купальный сезон в Преамуре отметился трагичным происшествием Минувшая рабочая неделя была короткой, четырехдневной Все из-за того, что ей предшествовали продолжительные выходные по случаю Дня России Все амурчане нашли себе дело по душе Кто-то отмечал праздник, кто-то трудился на даче А у кого-то выходные не обошлись без приключений К последним можно отнести сразу всех жителей микрорайона Европейский Более тысячи человек Два вечера подряд они ужинали при свечах и экспериментировали с меню Потому как остались без света Аварийное отключение электроэнергии произошло в субботу С утра в воскресенье на месте развернул работу штаб по ликвидации ЧП Это у нас холодильник своеобразный Здесь находится холодная вода и в ней мясо Так пенсионерка Валентина Егорова спасает и молочные продукты, и варенье Вторые сутки ее холодильник отключен В кастрюлях на плите лишь чистая вода В меню в отсутствие электричества Валентине Андреевне пришлось ввести необычные блюда МЧС, там развернули палатку, где возможно скипятить чай Чай скипятили, заварили лапшу Вчера сходили, купили, хотя мы не пользуемся этим продуктом Но вчера пришлось купить И это все, чем пенсионерка могла порадовать 11-летнюю внучку Что приехала в гости на летние каникулы Европейский оставался без света почти двое суток С самого утра в воскресенье спасатели привезли жильцам мобильные генераторы Согреть воду, зарядить телефон А чтобы не переполнялась канализация, бытовые отходы вывозил спецавтомобиль В таких условиях местные жители оказываются не в первый раз У меня соседи приходили при свечах отметить 9 мая Мы 10 числа это вот то же самое наблюдали У нас не было почти сутки, не было света Весело было, конечно Но часов до 11 посидели, разошлись спать Вот кусок вырезали с повреждением Месяц назад электрокабель оборвался на опоре Нынче на трехметровой глубине в грунте Мог просто сыграть грунт и излом кабеля произойти Либо некачественная продукция Тоже мы знаем, что всякое бывает на рынке Ну и возможно не совсем должным образом выполнены работы по монтажу Европейский расположен на территории Благовещенского района Но пока все местные многоэтажки принадлежат компании банкроту городок А по сути являются бесхозными Управляющей компании у них нет Поэтому по просьбе районных властей Аварию устраняла бригада из 10 человек И 4 единиц техники из амурских коммунальных систем К вечеру воскресенья специалисты устранили все неполадки И вернули свет в квартиры А в среду из-за работ на электрических сетях В самом центре города 4 перекрестка остались без регулировщиков Светофоры пришлось отключить почти на 12 часов Госавтоинспекторы объявили об этом заранее И попросили автомобилистов и пешеходов быть максимально осторожными Впрочем, от трагедии это не уберегло На пересечении Шевченко-Красноармейской В результате столкновения двух машин Пострадала женщина-пешеход 1938 года рождения Один из участников аварии сбил ее Когда та стояла вблизи остановки С переломом основания черепа Пенсионерку доставили в областную больницу Где позже она скончалась ДТП произошло в 9-м часу утра В это время в связи с плановым ремонтом На перекрестке не работали светофоры Как рассказал водитель Мазды Бонго Фрэнди Он двигался по главной – Шевченко А рулевой Тойоты Премио – по Красноармейской Не заметив знаков приоритета Последний вылетел на перекресток Зацепил микроавтобус От удара легковушку отбросила на тротуар Где она снесла от дерева И сбила стоящую на обочине женщину По факту возбуждено уголовное дело И к другим темам В Благовещенске начали обустраивать Один из участков велодорожки На 8-м километре Новотроицкого шоссе Заасфальтировали трассу шириной в 2 метра И установили металлическое ограждение Проконтролировать ход работ И дать указания подрядчику На место выехал губернатор при Амуре Александр Козлов Путешествие к центру земли Иначе не назвать ту глубину На которую свежий асфальт Вбивают металлическое ограждение Оно отделит автомобильную трассу От велосипедной дорожки Работы по ее обустройству На 8-м километре Новотроицкого шоссе Идут уже две недели Она построена в технических параметрах Велосипедистов мы защищаем Барьерным ограждением Чтобы не было дорожно-транспортных происшествий Все в рамках строительных стандартов Даже сейчас, когда начато строительство Мы уже видим активность Любителей велосипеда Они уже ее пробуют По свежему покрытию Уже разъезжает Оксана Пыгамова Профессиональная велосипедистка Давно мечтала о специальной дорожке Для двухколесных Когда власти собрались строить последнюю Обратились за советом к Оксане И ее единомышленникам В итоге решили Котируется пригород Нам нужен объем Нам нужен километраж То есть ходовой день для велосипедиста 100 километров – это не предел Вот по такой дорожке, по идеальной 150 километров А представляете, что такое 150 километров И если потом запитать всю Амурскую область Ну это будет песня просто Пока не 150 Только 6 километров велодорожки Протянутся по Новотроицкому шоссе Начнется спецтрасса на третьем километре Там, ко всему прочему, оборудуют автостоянку Закончится на повороте к поселку Маховая Пать Это десятый километр шоссе Первый участок уже оценил Александр Козлов Делайте сразу качественно У нас нет возможности переделать по 10 раз К сожалению, до этого велосипедной дорожки Такого формата не было никогда В Амурской области Здесь уже не гарантийный срок 5 лет Здесь эти гарантии намного и в разы больше На обустройство велодорожки уйдет порядка 30 миллионов Средства на строительство направлены изне бюджета В рамках проекта «Сила Сибири» Это очень правильное решение, что сегодня мы общими усилиями Вместе с правительством Амурской области И при одобрении личным Александра Александровича Козлова Который одобрил эту идею Который возглавил эту идею Мы делаем эту велосипедную дорожку Для жителей города и области практически Я надеюсь, что со временем Анмада тянется до свободного Впрочем, первоочередные планы рабочих Сдать велотрассу с третьего по 8-й километр шоссе в июле Остальное до 30 сентября Продавцы рассады, торгующие на центральном рынке города, бьют тревогу Они уверены, руководство планирует выселить их с насиженных мест И тем самым лишить постоянных клиентов Рыночное начальство тем временем заверяет Они не просто не собираются никого выгонять Но и увеличат количество мест для садоводов С 60 до 200 Ситуацией разбиралась наша съемочная группа 17 пар саженцев, помидоров и лоток почти пуст Каждое лет они на Обухово высаживают в свою теплицу 10 тысяч корней томатов 18 тысяч перца, а цветы даже не считает Расходы на семена, а они всегда покупные Землю и пленку приличные Да еще и за место на рынке платят 118 рублей в день Чтобы окупить затраты, 5 лет прикармливала клиентов И дела пошли в гору Сын учился, мы ему помогали Учился очень на Хабаровске И теперь я уже на пенсии Мне это тоже хороший заработок Кроме моей пенсии Я могу что-то еще приобрести, что-то сделать Отремонтировать дом Больше всего садоводы А их здесь примерно 5 десятков человек Боятся потерять постоянных клиентов К перспективе переезда А руководство рынка уже предупредило Что ставить прилавки со стороны Октябрьской Следующим летом не будет, относятся с тревогой Взамен продавцам предлагают места в самом центре рынка Но как доставлять туда свой товар Военный пенсионер Владимир Хохулин не представляет Скорее всего придется прямо с улицы Красноармейской Носить ящики На свои места Мы просто здесь не проедем Даже если утром мы заедем А мы заканчиваем в 3, в 4 А раньше 5-6 Мы не выйдем, потому что Все будет расставлено Одеждой, велосипедами и так далее Руководство рынка, которое планирует Организовать со стороны Октябрьской Большую автостоянку Спешит успокоить часть садоводов Тех, кто имеет собственный транспорт, никто не заставит покинуть привычное место торговли Они смогут реализовывать рассаду прямо с машин Для ГСТК это выгодно тем, что не нужно будет готовить торговые места Да еще и площадь для парковки появится Та площадка, которая на сегодня под рассаду В плане с торговыми местами, как прилавки Она готовится только месяц С вывозом и подвозом прилавков А то она будет мобильная Отторговали, ушли, здесь же заехали машины, гостевая стоянка Потому что проблемы с гостевыми стоянками На торговом центре по Красномерске имеются Тех же, у кого объемы продаж небольшие Приглашают в центр рынка Там для них предусмотрено 200 мест Впрочем, легальных точек для садоводов По городу достаточно Только ГСТК имеет 6 рынков И в каждом найдется свободное местечко Сезон цветения тополей А пик его пришелся как раз на минувшую неделю Доставил немало хлопот представителям сразу двух профессий Медики регистрировали наплыв пациентов С обострением аллергии Спасатели выезжали на тушение горящего летнего снега И того, что он успел поджечь Впрочем, биологи утверждают Тополь несет куда больше пользы, чем вреда Плюсы и минусы пушистого дерева в сюжете Ты можешь поджигать отсюда Пройти мимолетних сугробов И не черкнуть спичкой могут немногие О возможных последствиях не задумываются А ведь при сильном ветре Горящие семена тополя способны долететь до 12 этажа О наземных постройках и говорить нечего Смотрите, ворота начали гореть Они лопают На стадионе «Олимпик» тоже все начиналось с пуха Но огню его оказалось мало Пожар сожрал 4 метра пластикового борта Закоптил трибуну Испортил инвентарь Мало приятного Здесь хранились баллоны от колес Которые также применяются на занятиях Для обозначения мест Возгорание произошло во вторник Через пару часов после того, как со стадиона разошлись спортсмены Жители соседних домов видели, как какие-то мальчишки жгли у «Олимпика» пух Завхоз, он же тренер, Николай Иванович, сокрушается Если бы его тренировку не сдвинули в расписании, он бы им надрал уши Я рабочего предупредил, посмотрели Смотри, говорю, что вот эти точки, где пух собирается Смотри, чтобы если что, или убери, или пролей водой Но вот этот уголочек там это К сожалению, он закрытый И пропустили За эти два часа в этом районе три пожара Сгорела Волга Там две машины горели Плюс наши У аллергиков к пуху свои претензии Чешутся глаза, заложен нос, постоянное чихание Впрочем, по словам медиков, это не всегда признак заболевания Такие симптомы пух может вызывать и у здоровых людей От механического раздражения Да и аллергии на тополь, как таковой, нет Он лишь выступает в качестве переносчика Пыльцы причинозначимых растений, которые цветут в данный период времени Также он является переносчиком различных аэрополитантов, спор плесневых грибов Которые еще более усугубляют аллергенные свойства пыльцы А цветут сейчас луговые и газонные травы Ежа, Тимофеевка, Овсяница, Райграсс Спастись от их пыльцы, путешествующей на пухе, можно Если закрыть дома окна, не сушить на улице одежду, носить очки и маску И почаще принимать душ и промывать нос Впрочем, есть у тополя и плюсы Тополя спасают от заболачивания Это раз Дальше тополя производят молок кислорода Они быстро растут То есть посадили, через несколько лет они уже выполняют свои функции Тополя выделяют фитонциды Которые убивают вредные микроорганизмы Соответственно, люди меньше болеют У тополя серебристого их меньше, чем у других видов Зато пуха нет вовсе Как у всех мужских особей Вывезти их можно с помощью черенка Единственный минус В экстремальных условиях это дерево способно на смену пола Причем неоднократную Чем еще отметилась минувшая неделя Расскажем прямо сейчас В эфире наша постоянная рубрика События день за днем В понедельник 17 тысяч амурчан объединил государственный праздник Торжества в честь Дня России прошли во всех крупных городах области В Благовещенске в них поучаствовали 5000 человек Жильцам аварийного фонда, которые встали в очередь на переселение после 2005 года Будут выдавать сертификаты для покупки жилья на определенную сумму Такую меру господдержки обсуждали на заседании Ассоциации городов Сибири и Дальнего Востока В нем участвовала мэр Благовещенска Валентина Калита В Благовещенске побит метеорологический рекорд, который продержался три десятка лет Во вторник столбик уличных термометров поднялся до 34 градусов Предыдущий максимум этого дня 33,7 градуса Был зафиксирован 13 июня 1986 года В Преамуре завезли лихорадку Денге Тропическим вирусом двое благовещенцев заразились во время отдыха во Вьетнаме Команда Двоку победила во всеармейском конкурсе «Суворовский натиск» Соревнования прошли в Волгоградской области и дали нашим курсантам путевку на Армейские международные игры 2017 С 29 июля по 12 августа в Китае Россию представят именно благовещенцы В спорткомплексе «Юность» раскинулась «Амурская радуга» Под таким названием в течение двух дней в Благовещенске проходило первенство по художественной гимнастике На него съехались около сотни спортсменок, в том числе из Южно-Сахалинска и Нерюнгри Благовещенцы станут меньше платить за квартиру Речь идет о налоге на имущество физических лиц Поправки в местное законодательство в четверг внесли депутаты городской думы на очередном заседании Снижение на первый взгляд незначительное, но в пересчете на реальные деньги разница будет ощутимой Благовещенцы в белой одежде поздравили людей в белых халатах В четверг у хирургического корпуса горбольницы специально ко дню медика пожилые горожане провели танцы для здоровья К флешмобу присоединились и сами врачи, а пациенты наблюдали за происходящим в окна А в пятницу Благовещенск лишился еще одного чартерного рейса На этот раз на китайский курорт Цаньян Ближайший вылет на остров Хайнань должен был состояться 5 июля Его отменили, ровно как и все остальные Продолжаем выпуск Купальный сезон в Прямури начался трагично Тела утонувших мужчин нашли в реке Томь в Белогорске и в Дамбе вблизи села Ново-Ивановка По обоим происшествиям проводится доследственная проверка А Благовещенские спасатели вторую неделю на посту и в рейдах Пытаются не допустить ЧП профилактическими беседами На днях к инспекторам присоединилась наша съемочная группа А где ваши родители? Почему их рядом нет? А где там? Родители не оказалось ни здесь, ни там Каникулы 10-летний Дима Сипирин проводит в компании друга Плавать, как выяснилось, умеет только под водой На поверхности держаться пока не научился Впрочем, школьника это не останавливает Знаю, а то, что нельзя купаться А почему купаешься? Мы же возле берега, но здесь не глубоко Таких мальчишек и девчонок спасатели наблюдают каждый день Патрулируя берега рек Проверяют и неорганизованные пляжи, и официальные Хоть и не на глубине резвятся, зато прямо под запрещающими знаками Восьмиклассницу Ксению Бугаенко не испугали ни они, ни холодная вода Которая едва достигла 19 градусов На берегу Зии, в районе переулка Связной, отдыхает впервые и сразу в воду Я не заметила знак, что в опасной зоне купаться нельзя Ну, купаться негде Ну, тут нельзя А на Владимирские озера далеко идти Впрочем, на Владимировских озерах купаться так же запрещено, как и на Зии Даже несмотря на то, что место отдыха официальное Стоят вышки и дежурят матросы Дно здесь заранее обследовали водолазы Но полную безопасность в воде это не гарантирует Сильное течение регулярно приносит сюрпризы, и это не только бревна Арматурины попадаются Ну, всякое всевозможное Кто-то занырнул, ударился Такие случаи Где-то порезались, там, ногу порезали Часто очень обращаются к матросам, к спасателям за медпомощью Чтобы раны обработали, еще что-то Чтобы за медпомощью не обращаться, спасатели советуют судьбу не искушать Прошлым летом в Благовещенске утонули три человека Еще девятерых вовремя вытащили матросы Все погибшие – горожане в состоянии опьянения Из спасенных четверо – дети И все отдыхали на неофициальных пляжах без родителей А в четверг, в самый разгар дня, Пазея рассекала два десятка инспекторов На моторных лодках и гидроциклах Это было не массовое спасение утопающих, а тренировка в виде международного состязания Впрочем, иностранной была только одна команда из Хэйхэ И еще четыре состояли из амурских спасателей Волны брызг, азарта и капля страха в следующем материале Управлять водным мотоциклом в одиночку Сю Юн Си не рискнул Только с поддержкой Скрестил бы по дороге пальцы, да рулить приходится Побороть неуверенность не помогла даже вчерашняя полуторачасовая тренировка Тогда китаец впервые освоил японскую технику марки Ямаха Мне спокойнее было в паре ехать, пока трудно управлять гидроциклом Потому что он тяжелее, чем наш Самое сложное для меня – это повороты и маневрирование Мы даже перевернулись на тренировочном заезде Впрочем, основным этапом соревнований стало маневрирование на моторных лодках Именно на них инспекторы ГИМС чаще всего выходят в патруль Мотолодка массой в полтонны для благовещенца Максима Сапунцова как родная Шесть лет работал инспектором, столько же времени участвовал в соревнованиях В этот раз заездом недоволен Поворот не вошел и заглох на полпути Пришлось заново набирать скорость, а она особенно важна в чрезвычайных ситуациях Патрулировали в выходной день в районе Астрахановки, проплывали Увидели, как люди просят помощи Подошли к берегу, увидели, как лежит человек Без признаков дыхания подошли Смотрели, вызвали скорую Сердцебиения не было Пришлось делать сердечно-легочную реанимацию Первые международные соревнования по водно-моторному спорту проходили в четыре этапа Скоростные гонки на пять километров сменило маневрирование на мотолодках и гидроциклах Напоследок – командная эстафета День проведения состязаний тоже выбрали не случайно Сегодня 33 года образования Государственной инспекции по маломерным судам Второе – десятилетие проведения водно-моторных соревнований областных И третье – первые водно-моторные соревнования международного класса Победителем в итоге стала команда Амурского филиала Дальневосточного спасательного отряда Они представят наш регион на всероссийских соревнованиях в Нижнем Новгороде, которые пройдут в августе В Благовещенске стартовал проект «Логопедический интенсив для неговорящих детей» Первыми в водное занятие посетили семь ребят с различными диагнозами Его в открытом мире организовали в виде сказки Новый выпуск рубрики «Седьмой лепесток» уже в эфире В открытом мире кошкин дом На уроке по речевому развитию ребята примерили роли персонажа известной сказки Самуила Маршака Правда, полностью в лица в образ каждому из них мешают различные диагнозы ДЦП, черепно-мозговые травмы и другие 12-летний Влад Тихонов живет с аутическим расстройством Мальчику некомфортно среди большого скопления людей Он не идет на контакт Общество ему не нужно Есть, конечно, потребность в маме и в родителям Ну вообще в родителях Но общество ему особо не нужно Так вот наша задача, чтобы социализировать этого ребенка Помимо индивидуальных занятий, у нас совместные мероприятия Вот как, например, сегодня Это праздники, это выходы куда-нибудь На первом вводном занятии для неговорящих детей По ходу сказки ребята выполняли различные упражнения Играли на мини-барабанах, что хорошо для моторики Дули на перья и пузырили в воду с помощью трубочки Так развивали артикуляцию Если делать это все постоянно, в дальнейшем появятся и звуки Используем разные голосинки Подражания с животным, людям, зверям Допустим, дуновение ветра Скрип какой-то, кашель, чихание Люди этого не умеют делать Мы это все вызываем Конечно, используем компьютерные разные методики, программы Проводить реабилитацию амурских ребят с грубой задержкой речевого развития Стало возможно благодаря гранту 70 тысяч рублей выделило Министерство внутренней и информационной политики Преамурья В течение пяти недель семь человек, ребятишки будут ходить на занятия Вот два занятия в день Всего восемь занятий Каждое занятие будет проходить для ребятишек бесплатно И педагог, и логопед будут родителям давать задания домашние Которые они будут закреплять дома и приносить А скоро открытый мир закупит специальное оборудование Ноутбук с микрофоном, который также поможет приобщить ребят к говорению Тополиный пух, что окутал город белым покрывалом, вдохновляет горожан на творчество На своих фото в соцсетях они стараются показать всю его легкость и красоту То, что он таит в себе еще и скрытую угрозу, в зарисовке попытался выразить наш монтажер Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На этом подведем черту О самых ярких событиях грядущих дней поговорим ровно через неделю А обзор событий каждого дня смотрите в привычное время Я с вами прощаюсь, всего самого доброго До свидания ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА